Здравствуйте, уважаемые зрители! Я сегодня хочу сделать для вас небольшой обзор одного из лучших бытовых инкубаторов на постсоветском пространстве. Это инкубатор Норма Лупер. Получила я его больше месяца назад. Я его протестировала, сделала в нем один вывод. Я теперь знаю, как он работает. Я вам хочу сказать, что на самом деле мне он очень понравился. Инкубатор очень надежный. И самое интересное, что можно сказать, что он выводит почти сам. Он осуществляет равномерный нагрев яйца по всей поверхности инкубатора. То есть нет такого. Есть такие инкубаторы подешевле, которые берут многие из экономии, у которых вот эти пенопластовые инкубаторы, ну сами знаете, пенопластовое дно, вот там ванночки для налива воды. И сверху идет крышка с отверстиями и такие нагревательные пластины. И если мы кладем датчики по поверхности инкубатора, вдруг оказывается, что именно под этими нагревательными пластинами температура выше, чем в остальной площади инкубатора. И в этом месте яйцо перегревается. Что очень опасно для зародыша, потому что он может погибнуть. Вот этот инкубатор Норма Блиц Лупер такой болезнью не страдает, потому что у него здесь внутри стоит вентилятор. Я вам сейчас вкратце расскажу, потом мы посмотрим, что там внутри. У меня там сейчас лежат яйца, причем яйца дорогие. Я не боюсь теперь довериться инкубатору Норма Блиц Лупер. В общем, у меня здесь лежат яйца индюшки, белые широкогрудые. И я положила сюда яйца мускусной утки. Ну как бы на пока, потом я переложу в другой инкубатор. В общем, просто у меня нет больше места. Все это лежит сейчас совместно, хотя на самом деле это не рекомендуется. То есть не надо делать так, как я, делайте так, как написано в инструкции. Между прочим, к этому инкубатору идет совершенно замечательная инструкция, желтая такая книжечка по инкубации. Дело в том, что я ее дала почитать знакомым, вам ее предъявить не могу. Но вы имейте в виду, если вы закажете вот этот инкубатор себе, вместе вот с такими инструкциями по эксплуатации, вам придет инструкция по инкубации, такая желтая классная книжка. Вот вы знаете, вы там найдете ответы на все свои вопросы. Можно сказать, что на все. Начинающему птицеводу, такому как я, не будет необходимости лазить по ютубам, по еще каким-то сайтам. Но там очень много вопросов освещено, очень подробно все расписано. Начиная от того, как развивается зародыш, заканчивая как бы погрешностями инкубации, когда что-то там не выводится. Кстати говоря, вот там на заднем плане у меня пища тутята. Сейчас я вам их покажу. Вот такие же точно малыши сейчас яйцами лежат вот в этом инкубаторе. Посмотрите какие. Это мускусные утятки, которые очень быстро растут. Опс. Как только я его беру в руки, он мне преподносит какой-нибудь сюрприз. Немаловажно в этом инкубаторе то, что у него есть клеммы, то есть при отключении света. Мы можем его подключить к аккумулятору. И у нас вывод не пострадает. Но я в моем случае, я не пользовалась аккумулятором. У меня в течение инкубации несколько раз, а точнее, наверное, раз в пять выключался свет. И мы специально для этой цели купили генератор. Мы просто подключали его к генератору. Отлично все работает. Как бы нагревается так же, как и нагревалось. В общем, я никаких вообще абсолютно не заметила. Ну, каких-то неприятных моментов. В общем, все отлично. То есть он переподключается. Не нужно ничего бояться. Если отключают свет, либо к аккумулятору для этого предусмотрят, либо, как в моем случае, у меня генератор. Давайте, смотрите, я покажу вам его поближе. Эта система автоматического долива воды я не пользуюсь. Вполне можно ее зацепить. То есть мы наливаем сюда воду, и она туда поступает автоматически. Я доливала вручную. Только для того, чтобы не забыть, что яйца нужно проветривать. В общем, я просто открывала крышки. Сейчас я вам покажу. Снимается легко. Вот так снимается одна крышка, другая крышка. Здесь у нас остаются яйца, лоток с яйцами. То есть я вот здесь просто вот так вытаскивала два яйца. Вот здесь вот стоит ванночка у нас для долива воды. Причем, знаете, здесь вообще вот две ванночки предусмотрены. Я не знаю, как вам еще показать, если только вытащить вот эти яйца. И когда у нас уже идет вывод, устанавливается просто вторая ванночка, очень легко регулируется влажность. Вот этой шкалой, смотрите, вот здесь, вот она, здесь написано, здесь одна ванночка, видите? Если одна ванночка, чтобы добавить влажность, вот сюда мы вот этот язычок переводим на 70%, если две ванночки, то 70% будет как раз посредине. У меня стоит одна, и сейчас, так как у меня второй день инкубации, вот стоит влажность 55% одна ванночка. Чтобы он не пищал, нужно нажать вот на эту кнопочку, отключается звуковой сигнал. Потому что инкубак раскрыт, вот сигнал выключен. Видите, по 30 минут он будет молчать. Вот эти клеммы, куда подключается аккумулятор, про который я вам говорила. Так, что еще здесь интересного? Поворот. Он может поворачивать автоматически, а может поворачивать вручную. Как это сделать? Вот смотри, сейчас поворот у меня горит автоматически. Вот здесь вот синий огонек горит, не моргая. Если нам нужно вручную, то мы вот так нажимаем и держим. Вот видите, загорелся вот этот вот индикатор. Это значит вручную, чтобы нам повернуть вот на этот плюсик. Вот видите? И он начинает вращаться. То есть мы его, предположим, сейчас можем поставить прямо. Смотрите, это у меня вот этими газетками уплотнены яйца. Потому что когда автоматически вот так вертится, то, естественно, яйца надо, чтобы не катались. Вот здесь также такая вот, смотрите, есть перегородочка. Это если как бы яйца разные, но чтобы отделить их один от другой, для каких-то иных целей, вот за эти ручки, вот эта корзина может отсюда вытащиться. То есть вот так мы вытаскиваем. Вот стоит ванночка, про которую я вам говорила. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, эта ванночка. Вот в ней вода. Стоит она около вентилятора. Вот здесь вентилятор дует. Вот та ванночка, про которую я говорила. Вот она ванночка. Вот стоит вентилятор, который гонит отсюда воздух и испарение. Вот здесь, смотрите, такая трубочка. И вот с обратной стороны инкубатора леечка. Видите? То есть можно через эту леечку заливать воду. Вот так. Вот берешь сюда, через эту воронку заливаешь. И она поступает. Но вот это вот мне неудобно. Она вот куда-то все время пытается ускользнуть. И поэтому я наливала вручную. Я не вытаскивала лоток. Я просто как бы делала переворот, чтобы он стоял ровно. Сейчас вам покажу. Ну, то есть вот я установила яйца на место, лоток с яйцами. Я вот здесь доставала два яйца, вот так вытаскивала и просто наливала туда воду в лоток. И все. Но я это делала совершенно как бы по своей инициативе. Инкубатор может работать абсолютно автоматически. Этого делать не нужно. Это лично просто мое желание. Смотрите, он запрограммирован на температуру 37. В лабораторных условиях откалиброван. Поэтому производители не рекомендуют как бы залазить в настройки. Но это возможно по инструкции. Вот сейчас видите, крышка открыта, 32,2. Сейчас мы закроем крышечку. Он не пищит, не сигнализирует о том, что температура маленькая. Потому что я его отключила. То есть пользоваться им на самом деле очень просто. Просто очень. Цыплят, когда выводится, смотрите, вот здесь такая решетка. Вот видите? Вот здесь решетка вот такая железная, прутки. И там еще такая вот пластиковая ситочка. То есть они никуда не вываливаются. Не проваливаются. Вот через эти щели тоже не проваливаются. Ну вот здесь щель побольше. Я когда они выводились, поставила сюда. Ну так просто заложила эту щель. Такая у меня штука была. Типа картонки. Ну то есть никто никуда не свалился. Так, про ручной переворот. Так, ну что, включаем. Вот, держим кнопочку. Так, про ручной поворот. Включаем. Держим кнопочку. Сейчас будет автоматически. Оп. Все, перевернулся. И вот так он автоматически переворачивает несколько раз в сутки. В боковых стенках инкубатора вот такие вентиляционные отверстия. Вы знаете, на что я сразу обратила внимание, когда заложила яйца? В инкубаторе очень много воздуха. Это сразу чувствуется. После того, как я попользовалась другими инкубаторами. Они у меня стояли, кстати, вот на этом стеллаже. И сравнила его с Нормалупер. Я сразу заметила, что там за родышем есть чем дышать. То есть, на самом деле, инкубатор хороший. По сравнению вот как бы с этими пенопластовыми инкубаторами, я еще раз говорю, что этот инкубатор один из лучших бытовых инкубаторов в нашей сегодняшней России, на бывшем постсоветском пространстве. Мне на самом деле он очень нравится. Как видите, я заложила туда яйца. Но это как бы коротко. Я, на самом деле, его показывала уже много раз в течение всей инкубации, что я... В течение всей инкубации, которая у меня была до этого, то есть, моя первая инкубация, я его показывала, наверное, раз в 10. То есть, тот, кто смотрит мой канал, могли отследить весь этот период вывода. Между прочим, здесь вот смотрите, прям в инструкции очень подробно расписано, как ее проводить, именно первую инкубацию. Нужно ей следовать. Ну, в общем, вот такой мой отзыв об этом инкубаторе. Ссылку я вам оставлю под видео. Кстати говоря, сейчас самое время заказывать инкубатор, потому что когда сезон, нужно стоять в очереди, потому что на эти инкубаторы очень большой спрос. Ну и на этом всем пока. Цыпочек, которые вывелись в моем инкубаторе, я показывала в своих прошлых видео. А здесь у меня были Хаббарды, Бройлер Хаббард, Мораны. Они сейчас у меня бегают в сарае. В этом видео я их показывать не буду. Если кто-то интересуется, пожалуйста, зайдите на прошлое видео и посмотрите. И всем пока! Продолжение следует...